Всем привет, с вами Алена. Формат ячейки в Excel служит для удобства восприятия информации. Сегодня мы посмотрим, как настраивать эти самые форматы. Спонсором данного видео является Университет Алексея Полянского. Под видео и в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на бесплатный урок. Также вы можете найти нас в Яндексе или Гугле. Просто видите в строку поиска Университет Алексея Полянского. Обучение поможет вам стать лучшим экспертом по Excel в своей компании. Обещаю, вы не пожалеете. И начнем с числового формата. У нас есть пример числа. Для того, чтобы применить формат, щелкнем по нему правой клавишей мыши «Формат ячеек». У нас высветится всплывающее окно формата ячеек. В числовых форматах выберем числовой и посмотрим, что же у нас меняется. Это высший образец, на который мы будем ориентироваться при изменении значений. Итак, что же мы можем поменять для числа? Количество знаков после запятой, число десятичных знаков. Если мы поставим 0, то это будут только целые числа. Знаков после запятой не будет. Если поставим 1, то с десятой частью. И мы можем поставить разделитель группы разрядов, включив галочку, и тогда увидим, что у нас добавился пробел. Также мы можем определить, как у нас будут отображаться отрицательные числа. Давайте поставим красным цветом и нажмем «Ок». Число поменялось. Добавим отрицательное значение и увидим, что формат применился. Для удобства пользователей, часть настроек вынесена на вкладку «Главное». Там, где число, мы можем увидеть часть настроек. Например, увеличить разрядность или уменьшить разрядность, при нажатии которых мы будем видеть изменения в наших ячейках. Давайте посмотрим, как можно изменить денежный формат. Также щелкаем правой клавишей мыши «Формат ячеек». Нажимаем «Денежный». Мы можем поменять количество знаков после запятой. Давайте поставим «Ноль». В какой валюте мы производим наше вычисление. Давайте поставим «Доллар». И также отображение отрицательных чисел. Давайте также включим «Красненьким». Нажмем «Ок». Добавим знак «Минус», чтобы проверить. И да, все получилось. Давайте настроим «Финансовый». Также правой клавишей мыши «Формат ячеек». «Финансовый». Ноль знаков после запятой. И обозначение давайте возьмем «Евро». Нажмем «Ок». И да, мы получили результат. Как же отобразить дату и время? Для начала давайте поймем, что дата в Excel – это число. И число 1 равняется дата 1 января 1900 года. Когда Excel видит число 34586, он может воспринимать его как дату. Нажмем правой клавишей мыши «Формат ячеек» и посмотрим, что мы можем применить. Дата. У нас есть различные типы стандартные. И язык местоположения. В данном случае русский. Каждый раз, когда мы выбираем какой-то формат, мы видим, как меняется у нас значение. Девятое сентября 1994 года может быть отображено в виде сентября 1994 года. Просто сентября. В таком вот формате вы просто можете выбрать тот формат, который вам больше нравится, и отобразить его. Давайте выберем вот такой, нажмем «Ок» и получим результат. Если число у нас имеет запятую, то мы понимаем, что это, возможно, будет время. Единицы у нас соответствуют 0,0. 5 десятых – это 12 часов дня. И мы также можем задать формат, время, язык местоположения, пусть будет русский. И также выше видим наш образец. Стандартный для нас формат. Секундами. Давайте остановимся на нем. Нажмем «Ок». Давайте посмотрим, как работать с процентом и дробью. Формат ячеек. Процентный. И поменять формат. Либо мы можем воспользоваться на главный, нажать на процент, и автоматический процент у нас тоже применится. Хорошо, а что же быть с дробью? Давайте посмотрим через формат ячеек. Дробный. И мы видим, что мы можем 5 десятых задать как 1 вторую или 2 четвертых. Нажмем «Ок» и получим результат. Как видите, стандартных форматов в Excel огромное множество. И найти тот, который вам нужен, вы с легкостью сможете. Ну а если все же нет, для этого есть пользовательский формат. Но об этом в следующем видео. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok